Мы приехали сегодня в город Луховицы, столицу, огуречную российскую. Сегодня теплый погожий денек, какой тут уже и конец сентября подкрадывается потихонечку. В общем, в 1860-х годах был основан населенный пункт, как железнодорожная станция Луховицы. И в 1957 году здесь, собственно говоря, образовался город. Получил такой статус, этот населенный пункт. Сейчас мы находимся около музея исторического города Луховицы. Вот вы видите это красивое здание. Построено оно в конце 80-х годов, то есть совсем перед развалом Советского Союза. Не такое оно и старое. Но здесь интересен другой момент. Мы сейчас попробуем в этот музей пройти. Но мы видим тут Петра Первого. Петр Первый стоит красиво, и у него развивается его вот эта вот одежда, якорь и мемориальная доска, где какое-то очередное нравоучение указано. Почему он здесь вообще стоит? Казалось бы, Петр Первый и Луховицы. Здесь неподалеку, в 1722 году, бывал Петр Первый и решил построить судостроительную верфь на реке Ака. И первый российский корабль «Орел» был построен именно здесь. И такая даже есть легенда, я сейчас прочитал, очень интересно, что когда Петр Первый здесь бывал, он бывал здесь буквально пару раз, люди, местные жители называли себя Макарами. Почему? Он тоже этому удивлялся. Почему? Потому что одному из Макаров, да, вот проходил мимо человек, он говорит, как тебя зовут? Он говорит, Макар. И Петр Первый ему дал монету. И после этого история разнеслась, и Петру Первому все представлялись Макарами. Честно, я очень хотел, чтобы историю огурца рассказали мне, и я бы ее донес благополучно вам. Но неудача. Сегодня воскресенье, выходной день в музее, поэтому в него мы не попадем, будем историю изучать из интернета. Здесь мы видим памятник Ленину, он традиционно стоит в каждом городе. Здесь он стоит около администрации. Кстати, красивое отреставрированное здание. Совет депутатов тут у них, в общем, несколько табличек. Все такое административное. И, в принципе, если посмотреть вокруг, ну, достаточно-таки все нормально. Не знаю, что вот это такое, там, тюрьма, не тюрьма, завод, не завод, непонятно. Ну, как бы нормально все смотрится. Деловой центр, там еще какие-то здания. Ну, вот так выглядит город. Мы сейчас с вами пройдемся по нему, еще жилые дома, все это тоже посмотрим. Мы проходим реку Черная под названием, и она действительно какая-то черная. То есть, вот так вот, если посмотреть, то как-то вот не очень-то она и прозрачная. Не знаю, может, иллистое дно. Очень симпатичный дельфин, и это название Луховицкой детской спортивной школы. Вот так она выглядит. Вот мы проходим здание. Это не какой-нибудь там выставочный центр. Не центр современного искусства, а школа номер один города Луховицы. И вот здесь вот основное здание школы. Сейчас мы до него дойдем, вам тоже покажу. Пока вот любуйтесь таким горизонтом. Везде красивые домики. Видно, что люди не выживают, скажем так. Вот основное здание школы. Вот такое. Просунулся я в забор. Тоже достаточно-таки симпатично. Ну, вот как-то так. Вот это, конечно, шикарно. Вот они, жилые дома. Вот так люди, собственно, живут в этом городе Луховицы. Вот тут мы видим детский сад Улыбка. Красивый весь. Чистенький, отреставрированный. Вообще приятные такие зоны и деревья. Такие посадка ровненькая везде. Давайте на Улыбку посмотрим поближе. Чтобы вы там не говорили, что все умирает. У нас в стране некуда детей водить. Все сдохло. К сожалению, солнце светит. Но мне кажется, что видно, что здание. Все здесь очень неплохо. Зачем-то здесь в Луховицах увековечили и Сергея Есенина. Вот здесь аннотация небольшая висит. Вроде как он здесь не жил. Однако край, видимо, ему был близок. Вот эти вот все березки. Просторы. Кстати, вы видите, даже велосипедная дорожка идет. Луховица, тем не менее. Вот. Тут такой наш великий поэт. Слушайте, мне кажется, это прекрасные жилые дома. Вот так вот живут люди. Все красивенько. Вышел зеленушечка. Прогулялся. Какие-то беседочки. Ну, чудесно. Полная тишина, релакс. Живешься с семьей. Кайфуешь. Супер. В Москве такого нет. С Есениным тут явно есть какая-то связь у этого города. Кстати, вот жилые квартирные дома, например, стоят. Не знаю, чем тут Есенин так прославился. Видимо, близко к его прям родине, скажем так, родным его местам. По городу очень много стоит супермаркетов различных. Тут есть такой торговый центр. Достаточно большой. Кадо написано здесь. И кинотеатры, и различные магазины. Там с другой стороны другие указаны. Так что есть, что купить людям и где купить. Опять же, есть пункт выдачи Озон, на котором можно заказать все. И тот же самый Вайл Борис. Тоже мы несколько раз по городу встретили. Вот он памятник знаменитому луховицкому огурцу. На нем написано «Огурцу-кормильцу от благодарных луховчан». На самом деле производство огурцов здесь, в Луковицах, началось еще в 30-х годах прошлого столетия. С тех времен плантации огурцов расширялись, расширялись. Здесь просто были бескрайние, так скажем, поля огурцов, куда был виден только глаз. Вообще в советские годы столицей огурцов считался город Нежин. Но так как у нас Советский Союз развалился, город Нежин и Нежинские огурцы остались на Украине. И слава пришла к луховицам. С тех пор луховицкие огурчики у нас появляются на всех прилавках. Самые считаются вкусные. Уже давно превысили все просто мыслимые и немыслимые пределы количества продаваемых луховицких огурцов, подделок по всей стране. Но тем не менее луховицкие огурцы правда считаются лучшими. Вот сейчас время, сейчас середина сентября, сейчас как раз уже все луховчане засаливают огурцы. И, кстати, 90-е годы луховчане пережили достаточно-таки легко, потому что здесь практически все занимаются выращиванием огурцов. Здесь это поставлено на промышленный, так скажем, уровень. Огромное количество людей прибавляет к своей зарплате, даже там продавая где-то их дополнительно там на трассах, еще где-то, да, прибавляет приличную сумму к своей зарплате. То есть это город огуречный, луховицы это огурцы, огурцы это луховицы. Люди гуляют в Центральном парке, а меня больше всего заинтересовала доска почета. Давно я такого не видел. Вон висит и учитель истории, и медик пятого разряда, и врач-эпидемиолог, начальник отдела транснефть, водитель автобуса пятого разряда, по-моему, говорил уже, учитель начальных классов, сборщик-клепальщик пятого разряда, начальник лаборатории. Супер! На самом деле, я считаю, что такое должно быть в городах. Жаль, утрачено практически везде. Фонтан бьет. Здесь дом культуры старт. Там анонс висит, афиша. Вот здесь, как я понимаю, на праздники выступают какие-то артисты и самодеятельность. Миленько же, миленько. Обожаю такие городки. Выходишь, все тебя знают, все друг с другом общаются. Супер! В Москве такого, к сожалению, тоже нет. Первый символ луховиц это огурец, а второй истребители МИГ. Именно здесь выпускались МИГ-21, МИГ-23, от которой вы видите, и МИГ-29. Вот на таком постаменте стоит в парке МИГ-23. Памятник. Продолжение следует. Продолжение следует.